Давайте вы посмотрите, как там дословно указано И где там приподнят, и где бордюр Нигде такого нет Там по-другому все А если там по-другому, то это отвечает тротуару Нигде там про бордюр ни слова нет Водитель должен руководиться правилами дорожного движения А не с НИПами или чем-то еще Сейчас читаем правила вместе Где там про бордюры, где то, что должно быть где-то здесь бордюры Я же вам не наизусть сказал, правильно? Сейчас откроем камеру Я не говорю, что вы плохо знаете ПДД Сейчас откроем ПДД и будем смотреть Просто я помню, как там написано конкретно Там про бордюр, я говорю, ни слова нет Правила дорожного движения А водитель должен руководиться только правилами А не с НИПами, ГОСТами и так далее А по правилам это тротуар Я сейчас точно так же скажу На твоем ответе нет печати на бумажке На этой бумажке тоже нет печати И здесь тоже нет печати, да, как мы уже верим Подпись Путина, покажите Медведева, тогда поверим Точно так Ну, я так понимаю Подождите, давайте посмотрим сначала На нем на дороге предназначенном для движения пешеходов Ты примыкаешься к проезжей части или к велосипедной дорожке Либо отделенных от них Вот, 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 все Где про бордюр? Позвольте, конечно Где слово про бордюр, что приподнято? Там есть? Или водитель должен руководствоваться ответами дорнодзора? Или чем он должен руководствоваться? Вы можете ответить мне на вопрос? Вот водитель, который имеет водительское удостоверение Который управляет им в соответствии с требованиями в действии законодательства С автомобилем Он чем? А почему отпусти? А, он пешком, все Водитель должен руководствоваться чем? Можете мне подсказать? Вот чем он должен Правильно, все Правило, что написано? Мы с вами только что прочитали Абсолютно верно Тротуар это? По ПДД Тротуар Мы опять Ну, мы с вами прочитали Мы же с вами прочитали Вот здесь прочитали Нету никаких Каких знаков? Здесь я бы сейчас оставил акт НДО Знак тротуара или какой? Вы ищете? Какой знак? Вот можете подсказать? Там тоже никаких знаков нет 5191, 5192 1,41 здесь Какой знак? Вот там тоже знаков нет На той стороне Да, на той стороне Почему? Там 5191 Что там? 5191 Что 5191? Мы спросили, какой знак на тротуаре? Я знак Хорошо, вон там знаков нет Он нигде дальше Что там? Там, где там Тоже парковка? Где это там? Вот, ну дальше Асфальтированный участок дороги Который идет между газонами Ну, там вот знак я видел Точка установили Пешеходная зона Вот там дальше Послушайте Я говорю про УТФ участок Зачем вы мне пальцем тычете? Вы еще скажите на других Вы хотите, чтобы вы здесь установили? Инспектор Как-нибудь обратите мне внимание Второй ряд вот стоит Второй ряд Сделайте замечание Пусть уезжает Что это такое? Прямо рядом с патрульным автомобилем Это что такое? Полное неуважение Вот поэтому неуважение Потому что такие инспектора Непонятные Поэтому и происходит Потому что инспектор не знает Правил дорожного движения Некоторые Это вообще просто наглый какой-то Этих надо привлекать Конечно А не знаю, что инспектор ПДД Не знает Или еще как-то отпускает Без медикаментов Без лекарств Без лекарств Там винты и злоты Все Нужно, конечно Видите, как получается То есть по ПДД тротуара А вы что-то выдумываете Какой такт ТДС составлять? Какой акт ТДС? Непонятно Только что правила читали Чем вон тот тротуар Отличается от этого? Можете мне рассказать? Вон тот Только шириной Это бездействие, инспектор То, что идет Он опять вторым рядом встал Может пропускает, конечно Может пропускает Ну, вызывает Да, вызывает сюда 107-108 Опять же отсюда Здесь нет конкретных Бумагии Там еще не дали Да какая конкретная ПДД есть Водитель должен руководить ПДД Четко Есть определенные и ГОСТы Понимаете? Водитель не должен руководиться ГОСТами Вот водитель Там есть Вот здесь заезд Как водитель должен Есть конструктивные особенности Дороги Не позволяет определить тротуары Если нет знака парковки И пешеходный зон ГОСТами ГОСТами Он не руководствуется Все, поэтому есть некое заблуждение Как вот разберутся Тогда будем привлекать всех Когда нету Поставят парковку Я еще раз сказал Еще раз поясняю Было вынесено определение Было Вам ответ давал Нет, я же сказал Нет Вы уже задавали вопросы Вот я вам говорю Давал ответ Вы уже задавали Нет Я говорю нет Покажите ответ Я говорю вам давали Нет Откуда вы знаете Давали мне или нет Не давали Я вам говорю Не давали Это один момент Второй момент Как вот установят знаки Вопросов нет Будем привлекать Сейчас это как бы Послушайте А вот там знаков тоже нет Определить Как что это Тротуар Или пешеходная дорожка Либо дорога Да он не знает Правила дорожного движения Просто честно Мы только что прочитали У меня должностный регламент Предусмотрит Только что прочитали Определение тротуара Где знак П Нет его знака П Нету П А где знак пешеходная дорожка А зачем он должен быть А где напишет Что он обязательно должен быть По этому Пока что вынес Давайте так Тем более Пешеходная дорожка Тротуар Это разные вещи Определяться Тогда будем привлекать Нет Вы будете привлекать Всех привлечем Всех Нет Сейчас вы начнете Привлекать Сейчас оснований нет Я здесь не вижу Пока что Опять же повторюсь Опять же повторюсь На данный момент На данное время Здесь я не усматриваю Нарушение Так Вы отказываетесь Я ничего не отказываю Отказываетесь Я не усматриваю Привлекать к ответственности Ладно Еще один такой вопрос Вы в ту сторону проезжали Сегодня Проезжали А почему не остановились Когда ехали Здесь Не в этом дело Алексей Вы видите там знаки Пешеходные дорожки Ну хоть одного человека Сейчас там привлекли Я говорю Если он здесь не проезжал Что же вы не слышите Маска мешает Я поэтому спросил Проезжали вы туда или нет Так я же сказал Я не проезжал здесь сегодня А все понятно Послушайте Весь город проезжает Через эту улицу Послушайте А вот там тоже знаков нет Ни каких Вон Надо составлять Акта-НДУ Патрульный автоматик Где? Отправлять это в отдел В течение двух минут Где составлять? Я вам скажу нарушение Да вы что На тротуарах же не ставятся знаки А на проспекте революции Нигде знаков нет Там тоже широкий Тут что Можно заезжать что ли? Почему? Вы же там где-то добились Что поставили знак Да подожди Я много где-то что добился Товарищ инспех Я много где-то что добился Благодаря вашей помощи Сколько знаков поставили? Да подождите Да и не только знаков Причем здесь знак Знаки этого вообще не считаем Сколько поставлен уже Мы не про это речь А сколько тротуарных дорожек Отградили благодаря вашей помощи? Подождите Давайте мы не будем уводить И вот так вот Не с того Бока подходить К решению проблемы На проспекте революции Есть знаки? Где-то есть Да я могу сказать Обратите революции У меня не убережно Там широкий Широкий тротуар Надо проехать посмотреть Ну вы не были ни разу Как пешеход Не ходили Не гуляли ни разу В проспекте? Да После реконструкции Не гулял Ты почему после реконструкции А до реконструкции Гуляли? Он и не изменился Она реконструкция Сейчас не полностью проведена А не обращали Хорошо Там тротуар По проспекту революции Или нет? Труктуар есть или нет? Вопрос Или что он заключается? Труктуар Там есть дорога Там есть тротуар А здесь есть тоже дорога Здесь есть вот этот Уширение какое-то А это что такое значит? Два уширения что ли сделано? Зачем два уширения сделано? Что-то какие-то инспектора В Воронеже у нас Да потому что Да я и показывал ему уже Официально бумагу Непонятно какой-то На проспекту тоже нет знаков Ни пешеходная дорожка Ни пешеходная зона Посмотреть Посмотреть Да? Ни на Ленинградской Нету Где эвакуировали Не везде Там неправильно поставили Я на пешеходный переход Неправильно поставили 140 и 128 Только поставили Описался 148 140 и 128 На какой улице поставили? На Ленинградской Вот здесь А я писал Знаете не поставили? Ну да Пешеходная дорожка А я писал со 140 По 128 Включительно Ну все То есть дома А 136 Мы эвакуировали Без знаков каких-либо Там до сих пор знак не стоит Ну А там тоже самое Один в один Что здесь Один в один Там инспектор Вот если бы там сейчас были Я бы сейчас эвакуировал Просто там ответ есть Какой ответ? От кого? Ну вот я связываюсь Так мы без ответа Подождите Так мы без ответа Эвакуировали там Никакой ответ Никто не связывался Подошел инспектор Я сразу спросил Вы здесь-то можете отличить? Он говорит Да, конечно Здесь тротуар Вот первое Первое То, что я спросил Это вот вы Можете отличить Или опять Боти как другие инспекторы Мы опять возвращаемся Алексей Там тоже самое Там тоже самое Один в один Там также нет бордюров Здесь Там тоже самое Вот так Нет бордюров Нигде нет бордюров А люди ездят Почему там тротуара Здесь нет? Чем он отличается от этого? Да ничем Просто здесь инспекторы Не знают правил дорожного движения А там вот А может быть другое Мы уже с вами определились Правильно? Вы же зачитали только что Там нет бордюра Опять же у вас коллега Сказал, что там печати нет Может быть это не оригинальное правило Ну я просто читал Где есть печать Похожее очень Определения тротуара Похожее очень Подогой с печатью? Да Такое Утвержденное Но постановление правительства А кем утвержденное? Постановление правительства Права на печетном виде? Ну постановление правительства Да Ну там тоже Такое написано Конечно. Правила, они чем утверждены? Подстольные правительства? Абсолютно верно. Подстольные правительства печать туда с подписью. Там же председатель правительства подписывает, правильно же? Ну вот. То есть, тротуар мы прочитали определение. Вы можете спокойно общаться, а то начали с криками. Так, я спокойно общаюсь с адекватным инспектором, а не с тем, кто не разбирается правил дорожного движения. Он ни на Ленинском проспекте не разбирался, приезжал, непонятно, что делал. Ни здесь не разбирается. На Ленинском проспекте я вам 3 ДТП наезд 45А оформлял. Да вы не разбирались, там тоже приезжали, непонятно, что творили. Там параллель приезжал и разбирался. Ага, дорнодзор. Приезжал, там тоже непонятно, что оформлял, как. Вот знак стоп, видите? Вот знак стоп. Видите, какой хороший поставил администрацию? Лежать его, нет? Да, да, держи, держи, конечно. Сейчас он выйдет. Вот инспектор, привлеките, пожалуйста, к ответственности водителя. Держи его, держи, ну что ты? Более. Ну что такое? Уехало, все. Вон, прилегите к ответственности водителя. Вот, остановите. Остановите, Алексей, ну за что я решила? Стоянка на трутаре движения. Вами уже к выпуску привели, потому что у нас нет четкого указания. Какого четкого, вы инспектор или нет? Какое вам четкое указание? Я инспектор, да. Ну, инспектор, правильно. Бежал. За по тротуару. По тротуару. То есть, когда он останавливает водителя, четкое указание ему нужно. Что делать? Без указания. Да, дела. Вот это да. Ну, там жалобы на вас, на обоих сейчас напишем и все. Ну, в смысле, вы примите у нас. И все. Что мы еще можем делать? Здесь инспектора не знают правил некоторые. Пешеходы знают, ответ есть. Пешеходный переход ведет, да. Значит, пешеходный переход у нас с вами ведет на дорогу. Правильно? На проезжей части, я что-то говорю. Круто. На проезжей части на проезжей части. Вот это новости, да? Это большая практика. Никогда такого не было. Это новость, инспектор, для вас, наверное, да? То, что пешеходный переход ведет у нас с вами на дорогу. То, что есть уширение рядом с парковкой, да, как вы говорите. Вот дебилы. Дебилы сделали уширение, да, рядом с парковкой. не вырываются ничего а уширение рядом с парковка сделали дебилы правильно зачем надо ширине я спрашиваю оскорбят кого-то я не полномочий я спрашиваю быть умные люди делали а умные может быть да понятно они умные значит не могут определить до тротуар от проезжей части но зачем это говорить но не умный же не обнимают определить правильно тестацию как проходил на я зачем я так говорю но если вы но если вы там боитесь по какой-то причине или не знаете как определить но это значит плохо же это не может определить это хоть более менее а тот сразу это не тротуар сейчас определимся тогда нас привлекать к ответственность мы все равно не дадим никому выехать вот это случайно выехал на вас все водители кто будет здесь мы никому не дадим выехать привлекайте нас да а мы будем обжаловать отменять из вас деньги взыскать через минфин но через мвд рф да мвд рф но третье лицо будет минфин как это произошло с афонином инспектором который тоже слабо знает пдд по моему мнению и так же будет с каждым а как вы определяете как инспектор знает слабо пдд выяснили что это является элемент дороги все знать не либо отделенный газоном либо примыкающий проезжей части здесь данном случае он примыкает проезжей части про бордюр там ничего не сказано про приподнятость абсолютно ничего не сказано он ничем не отличается от ленинградской 136 ничем один в такой ширина примерно все то же самое вот почему не привлекается водители потому что по моему мнению некоторые инспекторы не знают правил дорожного движения вот и все как можно знать правила и не привлекать пешеходы знают правила и видят что здесь тротуар и ходят по нему а инспектор говорят нет тут непонятно что то что здесь инспектор где знак п где разметка забыли наверное да нанести вы же писали акт эндок почему не установили размер даже я тоже папа снова писали на парковку вы и на парковку и где знак п но это уже не от нас а знаете почему не установили п потому что по паспору здесь тротуар а потому что сейчас я опять созванивали сказали что с дом надзором сказали еще что нету конкретно еще не дали конкретно ответ являетели по тротуару по этому они дали ответ я еще нет ответа водка каковы же говорили что мне направили не на прорезь да и так до или направились он еще пока не является вы же сказать что мне на правда не позволяет признать что только что мне сказали что направили отношение этих вот этих автомобилей мы сейчас составим определения возгнаждений фотографирование на продал идет для рассмотрения административных правонарушения как будет ясно что является фактора привлекут водители вызовут и проведут Значит, каждый из вас получит сейчас жалобу на себя. Ради бога. За то, что... За бездействие. За халатность. И в следственный комитет обращения. За то, что нарушены грубо... Грубо права пешеходов. Грубо нарушены. Потому что я себя не чувствую в безопасности с такими инспекциями. Не надо писать. Вызывайте ответственно. Ответственно вызываем. Ответственно вызывать конфликтную ситуацию. 664 регламент. Выполнять. А у меня есть. Выполнять. Ответственно вызывайте, пожалуйста. Конфликтная ситуация. Я себя не чувствую безопасно с инспекторами. С вот такими. Как вы. А сам чувствуете безопасно? Нет. Нет. Потому что мои права нарушаются. Здесь ездят негодяи. Вот эти вот на автомобилях, которые нарушают мои права. Я в опасности здесь нахожусь. Хватит сейчас безопасность. Я в опасности нахожусь. Жутко опасно. Мне очень страшно здесь ходить по тротуару. Не перерывайте. Ходить мне страшно. Вот здесь вот. Потому что водители здесь находятся. Поэтому вызовите, пожалуйста. С ответственного. Да вы уже проводите его с августа. А это уже нет меня за августа. Да вы с августа проводите. Четыре месяца же проводите. Я составил. Есть люди специально обученные, которые это рассматривают. Еще обманывают вас. Потому что ответы направили. Я не знаю. Это мы потом разберемся. Оказывается, еще ответ никакой не направили. Потому что только что разбирается, тротуар это или нет. Четыре месяца разбирается. Администрация не направлена. Администрация, я говорю. Поэтому мне тоже не могут направить. Потому что администрации нету. Направили то, что один ответ. Не могут определиться. Является ли или нет. Ну вам и не направляли. А, то есть все ГАИ-Воронеж не может определиться. Причем здесь ГАИ-Воронеж не может определиться. А кто? Администрация. Вам объясню. Администрация определилась уже давным-давно. Не знаю. Это первое то, что потом, когда определение опять вынесли, они начали полное рассмотрение. Является ли или нет. Так они по паспорту посмотрели. По паспорту все равно не является. Сейчас нет. Не является. Это ни тротуар, ни пешеходная дорожка. А чем же? А я не знаю. Вот как определяться законодательный уровень. Планета, Земля. То есть это Бермудский треугольник. Я не знаю, Бермудский это или что. Вот это да. Мне сейчас сообщили, сказали, что по паспорту еще пока не определено. Является ли он тротуаром или нет. А, то есть вот это соврали мне, когда давали. Я не знаю. Это вам в августе дали. После августа еще определение было. А, то есть в августе это было тротуаром, а потом нет. А в августе тоже тротуаром нет. Вы мне эту бумажку предоставляли. Мы уже на эту тему, я думаю, вопрос закрыт. Мы уже с вами общались. Как закрыт? Вот он ответ. Ну это также Филькина грамот. Какая Филькина грамота? Это официальный ответ. Это неофициальный ответ. А что это? Вот здесь я лишь лакбаум незаконный был. Здор надзора. Нет, бумаги о том, что это является. Какого-то будет она официально. Тогда мы будем здесь. Вот это что? Вот написано. Это я уже это наизусть выучил. Понимаете? Сам в августе месяц. Будешь сфотографировать, я помню. Вот сейчас мне одно предоставлять. Сейчас приедет товарищ Серов опять, как его пенлиновым обозвали. Привезет другую бумагу, что здесь не является тротуар. Никак не быть. Только он же не привез. А? Он же не привез. Ну, буквально, чтобы не было такого. Я говорю, это все фильткинограммы. Ну, он же не привез. Ладно, не является. Они даже печати нет. На ней печати нет. Смотрите, вот номер обращения. Какая фильткинограмма. То есть вы называете ответ администрации фильткинограммы? Я правильно понимаю? То есть вы не уважаете губернатора, что ли? Я правильно понял. И президента, может, все не уважаете. А у меня и от президента тоже есть такие же ответы. Вы президента тоже не уважаете? Причем? А потому что вы называете фильткинограммы? Это официальный ответ. Вы что? Губернатор такие ответы представляет, один в один. Это же официальная форма, утвержденная. Я говорю официальная форма, утвержденная. Я направляю обращение, вот номер 145-37-862. Они распределяют, Ксенин вместе с Петриным распределяют, кому направить данное обращение для рассмотрения. А у нас губернатор Ксенин? Нет, губернатор мне давал такие же ответы. Вы сказали губернатор, здесь городская. У нас форма одинаковая везде. Ответов и подачи обращения. Что к президенту, что в ГИБДД, что к губернатору, что в мэрию. Один в один. И ответы такие же поступают. Форма ответов везде одинаковая. Так я не про форму сейчас речь веду, вы сказали, что губернатор. Я отпрашиваю, вы губернатор не уважаете? Он же тоже контролирует, какие ответы поступают, какие обращения поступают. Тоже на контроле. Камеру уберите, вот это вам присылали обращение. Почему? Нет. Почему уберите, так и же мне ответы. На ваше обращение по вопросу установки дорожных знаков 4.5 пешеходная дорожка по улице Коснамена, Карпинского, Ленинградск, 31Б, 82-128. Это торнодзор? Это администрация. Сообщаю, что в границе, в придомовой территории, по улице, в указанном вашем обращении, находится ртуарная пешеходная, а также велопешеходная часть. Предназначение для движения пешехода, велосипедизма, а также... Предназначение для движения пешехода. Послушайте, это ладно, ваш запрос. А также маломобильные граждане, обустроенные в соответствии с нормативным требованиям ГОСТа Р-52-766-2007, дороги, автомобильные общего пользования, элементы обустройства, общие требования. Вместе с тем, вот вам поясняют, сообщаю, что прилегающих выше указанного участка уличной дорожной сети используются для подъезда автомобилей, спецслужб, коммунальных техник, так также для подъезда граждан, наличных трансовых сельсов, проживающих, указанных многоквартирных, дома. Согласно пункту... Какой многоквартирный дом? Вы что читаете, инспектор? В связи с вышеуказанной установкой... А где многоквартирный дом? Да я знаю, у меня есть такое. Это администрация, это не дорожная. О, где многоквартирный дом? Можете показать здесь? Что за ответ вы прочитали только что? Ленинградзе 31Б. Приводного квартирного дом. К подъезду. Вы что показываете? А вон многоквартирный дом. Это вообще другой ответ. И используется для подъезда к многоквартирному дому. Используется. Алексей, а вы говорите, что вам эта бумажка не приходила? Да, это не дорнодзор. Это администрация. При чем здесь дорнодзор? Он спрашивает про дорнодзор. Какое определение? Вы ответственно вызываете. Какое определение? Сейчас в ГУД с камерами поедем. Всех там будем фиксировать. Нарушения все ваши. Фиксируем. Какое определение? Давайте всех привлекать к ответственности. Хорошо. Инспектор, доставайте листок. Жалобы на обоих будет сейчас записывать. Доставайте листочек. Если водитель будет в автомобиле. Листочек достанете или вы отказываетесь? Что выпишем, если у нас это будет в автомобиле? На нарушение правил дорожного движения? Подождите. А если здесь еще не ясно? Если еще не ясно? Что он зачитал? На подъездном квартирном доме? Так же даже не возбудим возбуждение. Это производство. Возбудим. 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 С подъезда администрации. С подъезда администрации. Правильно? Алексей. Этот ответ дал администрации. Правильно? Где дом на квартире? То есть вы не выезжаете в администрацию? Почему? Я очень уважаю. Где дом на квартире? Подождите. Это уже администрация. Они просто соврали. Да, и в данном случае. Как соврали? Да потому что нет дома на квартире. Ответ данной администрации. Давайте я позвоню. А, у меня есть ответ. Сейчас я позвоню и уточню. Сейчас уроны там. Подождите. Сейчас звякнем. Давайте тогда доставайте листочек. Начнем с жалобами на обоих. Потому что я считаю, что вы не разбираете правила дорожного движения. Вы считаете все, что нужно. Ну все. Это же мое мнение. Поэтому я и жалоб пишу. Да. Доставайте. Сейчас я просчитаю. 4, 5, 1. Да. И позвоню. И расскажу им, какие они вруны и где тут квартирный дом. У меня есть обращение скинули, которое вам давали. Сейчас. После этого еще было вынесено определение. Вы меня просто не слышите. Какое? Где определение? Определение о том, что здесь нет знаков. 228, 37, 67. Давайте по одному, а не как КГЛ. 228, 37, 67. Сейчас Коту звоним и уточняем, что за вранье. Какой многоквартирный дом. Вы видите многоквартирный дом, друзья? Я не вижу. Я вижу колючую проволоку какую-то. Написано отдел полиции номер 3. Но многоквартирный дом не вижу. Вот пусть тогда жители и тогда не привлекайте к ответственности, если жители подъезжают к квартирному дому. Все остальные, значит, не имеют право находиться. Соответственно, даже с ответом. Давайте всех остальных привлекать. А если человек снимает квартиру, как вы привлекаете? Не будем привлекать. Кто снимает, не будем. Они сейчас все скажут, что мы снимаем квартиру. Но у них нет документов, что они снимают. Пусть говорят. Пусть говорят. Пусть говорят. Не следует даже на то, что пусть подъезжают жрецы. Хорошо. Те водители, кого нет, эвакуация предусмотрена. Касу позволяющую только подъезжать к определенномуUN году. Здесь дома нет. Здесь дома нет никакого. odia 0. Велопешеходная дорожка тм. Бунт 9-9 по ДТРФ. РФ, для подъезда спецслужб они имеют право отступать от правил дорожного движения, включая проблесковые паячки. Жильцы там сказаны. Где жильцы-то здесь? Позвоните. Да вы мне зачем указывать, чтобы не делать? Вы же не указывал. Вызывайте ответственно. Пусть ответственно разбирается. Вы же пытались позвонить, но не позвонили. Вызывайте ответственно. Пусть он разбирается. Ответственно вызывайте. Сейчас мы позвоним его праву, сейчас начальнику права позвоним Левобережного района. Все уточним. Как так? Мы с комиссией ходим, они говорят, что тротуар ответы дают, что здесь многоквартирный дом. Значит, для начала, первое. На данном участке здесь еще не определено. Как написано велопешеходная дорожка? Это в общих чертах. Велопешеходная. Каких общих? Вот вы читаете, вы начинаете сейчас из ПКВ? О, давай. Останавливайте его, чтобы он никуда не уехал. Подождите, какую ПКВ написано в ответе, вы сами только что прочитали, велопешеходная дорожка. Там идет перечисление, тротуар, велопешеходных дорожек. Написано, что является велопешеходной дорожкой. Это вы пишите в своем обращении. А, давайте прочитаем еще. А там уже человек вам дает ответ. Вот так, да? И все это перечисляет. А, ну хорошо, давайте я зачитаю, значит, как там написано, теперь я-то зачитаю. А то вы как-то прочитали, странно. А зачем вы не распечатали? Так, по вопросу установки дорожной дорожки, пешеходная дорожка, по улице. Так, короче, знаешь, что ты делаешь? Поехали в отдел ГАИ, там надзор. Какой отдел? Подождите, жалоба на себя, какой отдел-то? Если у них есть бумага, сейчас это было привезем на основании этой бумаги, будем всех привлекать. Если нет, то не будем. Подождите, пока жалобу на себя надо получить. Жалобу можно зарегистрировать по телефону, обращение. Нет, нет, нет. А где Ленинградский? Тут нет Ленинградский, дом 31Б в ответе. Почему нет? Давайте, вот у меня от какого? У меня от 5 ноября ответ. Я не знаю, от какого. По 5 ноября. У вас какого? Я нет. У меня... 5, вот 5 нет ноября. О, у меня, смотри. Какого ноября? Ленинградский, дом 31Б. А, вот давайте, давайте прочитаем. Что там? Я вам прочитаю. Ну, прочитайте, что там написано. А, то есть не хотите, да, считай? Я понял. Я понял, это плохо. А давайте... Подождите, я хотел позвонить. О, давайте при вас позвоню. Зачем не при вас? Я вам верю. Да подождите, я сейчас позвоню начальнику права, комитет с районами. Мы с ним ходим, он говорит, что это тротуар. Не комитет, а Левубережье. С Бабкиным ходим. С Бабкиным ходим, замначальника дорожного хозяйства, что это тротуар. А вы говорите, а в ответе что-то написано, какой-то многоквартирный... многоквартирный дом. Это как понять? Я тебе попытку уже, я сду не дождусь. Да вот, звоню. Подождите, не беру трубку, я что могу сделать? Малакану вот звоним, смотрите. Малакану знаете? Знаете. Вот ему звоним. Как же так? С комиссией ходим, это тротуар, а вам говорят, что нет. Ну, вернее, не тротуар, а не понятно, что... Так нельзя, вот видите, замголовы. Звоним. Иван Валерьевич. На личный номер? О, по какому же счету? Он болеет сейчас, конечно, ну... А вы человека беспокоите. Нет, но он уже выздоровел, он уже 15-го выходит. Инспектор! Остановитель не пристегнут. В отношении не пристегнут. Да, вон, не пристегнут. Мы его предупредили. Там тоже не будет, тоже можно. Это, я считаю, это канцеля. А, ну да, вот, ребята же сказали, тем более. Полторы тысячи штраф. Все. Не слышите, когда люди говорят. Следующая плохая, зараза, здесь. А зазвони, вот видите. А то ходили пять раз, комиссия здесь всю реконструкцию планировала. И все на свете. Да, вот. Петра. Смотрите. Дети, звоним при вас. А, не хотите? Я вам верю, Алексей. А верите, да? А, видите. У меня как будет от моего руководства бумага. Когда я буду, вопросов нет. Привлекательный все. Выполняйте. Так. Так, ладно, листочек-то доставайте. Подождите, не надо убегать никуда. Да, жалобу сначала на себя принимайте. То, что вы не можете разобраться. Или вы отказываетесь? Не, ну что, ради бога. Да, принимайте. Ваше право на нас писать. Все, давайте. Все, давайте. Да, тогда жалобы начнем. Давайте. Все. Как же так, гляньте. Ходим со всеми, говорят, что тротуар. Алексей, ну что, зачем вы сейчас? А вам пишут, что многоквартирный дом какой-то. Жалобу напишем. Не могут отличить. Мне переслали ответ. Я вам его прочитал. Все. Ну, там написано велопешеходная дорожка. Вы сейчас хотите от меня невозможно. Я даже сам не понимаю, чего вы от меня хотите. А, вот так, да? Вообще. Я вам объяснил, что... Вы непонятливый какой-то. Я вам объяснил, что на данный момент здесь еще неопределено, тротуар это или нет. Так неопределено. Поэтому мы можем только возбудить административное расследование. Как неопределено? А потом написано велопешеходная дорожка в ответе. Вы же прочитали. Для этого вы начинаете придираться. Ну, давайте прочитаем еще раз. Можете прочитать еще раз? Я даже снимать не буду. Не, выпишите. 734 приказ, соблюдайте. Победать можно. А? Не, руки замерзли. Вы сидели в тепле, а мы тут 2 часа стоим, ждем. Непонятно кого. Ждали инспекторов, а приехали непонятно кто. Люди в форме. А вот сейчас я буду требовать. Я напишу, отказались вызвать ответственность в конфликтной ситуации. А? Вам вызвать ответственность? Да, вызывайте. А, все. Я просто не вижу здесь конфликтной ситуации. Как это не видите? Я в безопасности, я нахожусь. В опасности. Моя жизнь. Ну, какой тогда, вот почему, когда вы говорите, у меня нет с вами конфликтной ситуации, почему я тогда должен вызывать ответственность? Моя жизнь и здоровье в опасности находятся, благодаря вам, благодаря вашему бездействию, благодаря вашему бездействию, моя жизнь и здоровье находятся в опасности. Когда вы уедете, жизнь и здоровье будет в опасности. Ну и делайте это. Пока прикрываете, а потом будет. Никто вас собьет. Ну как это никто? Только что наезд был, мы отпустили человека. Я гарантировал, вас сейчас не собьют. Ну мы, вот. Ну если только, конечно, вы под машиной. Подождите, вот наезд только что на человека совершен был, мы его отпустили. Если вы здесь будете стоять, я говорю, вас никто не собьет. А вы уедете, собьют. Я говорю, что вообще, в целом, я не говорю, что сейчас. Целый день здесь не будете тоже стоять. Будем, будем целый день. Никого не выпустим, будем целый день стоять. У вас физиология есть, Алексей, как у всех людей, правильно? Люди будут стоять, будем меняться, будем стоять пока. Да, пока всех не привлечет. Что? График дежурство есть? Да, конечно, составлен четкий график. Как у вас? Доклад, руководство, все чувствую. Артур, а вот. Вызвали? Ответственную я поставил в известную. Так, кто сказал? Что сказал? Ожидайте. Давай, здесь не приятно ответственную, жалобу на него подадим. Так, а пешеходы, видите, продолжают, видите, переходить по правилам дорожного движения. А нарушители стоят по-прежнему. Так что нам жалобу писать? Да, записать, конечно. Сами прочитали, самая велопешеходная дорожка, какой-то подъезд мы к квартирному дому. Где мы на квартире? Отдаю, отдаю. Давайте прочитаем. Алексей, давайте не будем переворачивать. Давайте заново прочитаем. Там просто перечислены вот эти элементы дороги. Тротуар, велодорожка. Давайте заново прочитаем. Нет, является там написано велопешеходной. Там написано, что если это есть, если это есть, являются это в данный момент только для подъезда, но квартирным, либо иным помещением, коммунальных служб, спецслужб. Там все четко было прочитано. Слушайте, написано, является велопешеходной дорожкой и используется для движения пешеходов. Так, жалобы будете? Да, конечно. А у вас 736 приказ. Да, 736 приказ, все правильно. Принятие заявлений, обращения граждан. Жалобы. Жалобы. На бездействие инспекторов ДПС. Жалобы. А я и по 12 часов рейда. Один раз даже в 48 проводился. В четырех городах сразу одновременно. Ну, не одновременно, а за 48 часов. Четырех города на южном побережье. Представляете, 48 часов успели. Нет, там не было уже жары в то время. Это было в декабре. Так. Да просто ради чего такие жертвы, Алексей. Ради чего такие жертвы. А порядок, гляньте, сколько наводится уже в городе. Согласен. Мне же нравится, мне комфортно очень. Понимаете, его надо как-то наводить, боится и соврать. Жертва... А что делать? Более сообразный способ как-то наводить. Как? Разъясните мне. Я даже не знаю. Покажите, кто больше навел, и я буду у него учиться. Так, ладно, Алексей, давайте. Покажите. Покажите пальцы, фамилии. Кроме вас никто этого не сделает. Ну, ведь... Понимаете, но опять же, надо это как-то делать более разумно, а не вот так. И будет еще больше сделано, еще больше будет сделано. А кого вызывать? Кого надо? Вам объяснили, вам вынесли, вот еще больше. Не вынесли. Не вынесли, вы так и не показали это ничего. Я еще раз вам объясняю. Приезжали другие инструктора. Приезжали. Я их еле заставил. По 12.33 составили, правильно? Сейчас дело производства... По 12.34, я еле заставил. Я еле заставил их. Правильно, но дело производства сколько длится? Длится... 60 суток. Два месяца. С сентября уже она длится. Два месяца. Уже прошло. По законодательству, если им доноится определение... 60 суток. 60 суток еще не прошло. Расследование, министры и расследования. Довоз по скрайнюю в октябре, которое здесь было... Прошло. Не прошло 60 суток. С октябрьского не прошло. Так что давайте... А что это в октябре было, вы хотите сказать? Ну вот, определение... По-моему, в сентябре. Нет, в сентябре, это когда мы в августе приезжали, мы писали октябрение. А плюс еще выносилось потом, после всего этого... Да, знает, я заставил, да. Еле-еле. Так что, о чем мы сейчас разговариваем? Вот как будет полностью, полностью доказано... Да какой полностью? ПДД есть, РФ, ПДД. ПДД есть, ПДД. А есть определенные, вы видите, ГОСТы. Есть еще ГОСТы. Водитель не должен руководствоваться ГОСТами. Да водитель видит въезд, откуда знаков нет. Какой въезд? Алексей, я же описал. Вот там... Подожди, а я вижу въезд вон там. Вот он въезд. Так, секунду, секунду. А на Ленинградской 136 я тоже виду въезд. Ленинградской 136, где? Ну вот эвакуировали, где? Вот здесь, недалеко. Там согласен, там все, на зону отделено, согласен. Да, подожди, там тоже въезд. Там есть въезд, но въезд только один. Как один? А с двух сторон? Он есть, во дворы заезжает, понимаете? Подожди, здесь тоже въезд один, вот он. Да, но там все, там все, там все, домовые, продвигающие, домовые территории, все это, согласен. Но там как бы ширина, и плюс еще там... Такая ширина. А там утверждено, что там шеход? Конечно, там тротуар, там нету знаков. И что, дорожки нету? И это все бумаги, все успешно. Эвакуировали. Даже бумаги нет у меня, не было. Я знаю просто правила дорожного движения, и инспектор сразу эвакуировал. Значит, что домов по бумагам проходит как тротуар. Инспектор ничего не узнавал. Он просто пришел... Нет, он просто... Он приехал, он приехал через 30 минут туда. Через 30 минут с момента обращения. Приехал, и первый вопрос был, и первый вопрос был у меня. Инспектор, вы такой же, как и некоторые инспекторы, не знаете ПДД, или вы знаете, что это за участок дороги? Он, конечно, знает тротуар. Правильно. Все. Никуда не звонил, как вы. Мы уже... Чего? А, то есть он проверяет, да, тротуар это или нет? Нет, здесь спорный момент. Какой тут спорный момент? Здесь спорный момент. Вот пешеходный переход ведет. Какой тут? Вопросов нет, вот он идет сразу в отдел. Хорошо, ладно. Ладно, если мы сейчас не будем выпускать водителей, вы будете нас привлекать к ответственности? По 12.30? Да. 12.30? Да. Или не будете? Мы только что определили, что спорный момент. Стоять будем просто. Тут не известно. Не будете, да? А что, то есть водитель будет стоять до бесконечности, правильно? Да, давайте. Как поступит заявление от него, мы отреагируем. Давайте жалобы сейчас. Я понял. Вот, сейчас не выпускаем. Вот сейчас. Ребят, встаньте там, не выпускайте его. Алексей. Не выпускайте, пусть инспектор реагирует. Алексей, давайте жалобы напишем. Да, давайте. Диктуем. Сань, встань, пожалуйста, сзади, пусть не выпускай препятствия движения, чтобы инспектор отреагировал. Это они скажут, что отреагирует. Вот, смотрите, смотрите, водитель сейчас не выйдет. Алексей, давай. Да, жалобы. Не, я вот другому инспектору, он же не занят. Смотрите, товарищ инспектор. Знаете, что делается? Сейчас, подождите. Сейчас, сейчас. Ребят, Салават, встань перед ним, пусть не выезжает, чтобы инспектор отреагировали. Встань, не выпускай. Серег, встань, не выпускай его, пусть инспектор реагирует. Вот, смотрите, препятствия движения. Будете реагировать? Пусть стоит, ни при каких обстоятельствах не выпускай, пока не здесь. Давайте, жалоба начнем. Да, жалоба. Значит, я Шамардин Алексей Александрович. Вот, реагирует. Сейчас сбивать будет. Так, будете привлекать к ответственности пешехода или водителя, интересно? Встань Александрович, да. 11 ноября 2020 года. Видите, красивая дата. 11.11.2020 года. Далее. С 8.20 утра. С 8 часов 20 утра. 20 минут. По московскому времени. Обращался. Дежурную часть. С целью привлечения водителей, транспортных средств, стоящих на тротуаре. А что там инспектор делает? Вот интересно. Ребята встали на тротуаре. Вот что инспектор будет? Берет документы или что? Берет документы. Надо пешехода привлекать. Гляньте, привляться и движение. Цель привлечения. Давайте не отвлекаться. Цель привлечения, да. Цель чего там? Цель привлечения. Водители транспортных средств, которые находятся по адресу Ленинградская, 31Б, на тротуаре к ответственности. Которые находятся на тротуаре. На тротуаре к ответственности. Ну, прибывший экипаж ДПС. На патрульном автомобиле с ГРЗМ 053536. О, да, отлично. Так, на тротуаре. На тротуаре. Что там написали? Ленинградская на тротуаре. К ответственности, да. Ну, а прибывший экипаж ДПС на патрульном автомобиле М. 053536 в составе. Коломойцев, да? Правильно я говорю? Не надо меня украинцами. Или коломийцев. Не надо меня украинцами. Ну, давайте еще раз. Не запомню, извините. Я русский. Компанейцев. А, компанейцев. Компанейцев, да. А туда какой-то олигарх, да, там был. Коломойцев. Да, только он спонсировал совсем другие направления. Да, да. Все, согласен, не буду. Компанейцев. Извините, не хотите. А? Извините, не хотите. За что? Я же извинился. Так я извинился сразу. Не слышу. Зря, плохо. А что такое? Не отпускаю. Куда отпускаешь? А что вы его отпускаете? Я же просил не выпускать. А я не выпускаю. А я пешеход. Мало ли что инспектор выпускает. Кто такой инспектор? Пешеход тут главный на пешеходном, на тротуаре. Встань, пожалуйста, перед ним. Не выпускаю. Пусть привлекает ответ. Мало ли что инспектор. Пусть стоит, водитель ждет. Я же просил, не выпускайте ни при каких обстоятельствах. Пока инспектора здесь. Да мне без разницы, да мне без разницы. Стоим на тротуаре, никому не мешаем. На непонятном участке дороги. На бульваре. Так, компанийцев и... А если вы снимаете квартиру, у вас с собой постоянно документы о том, что... Слава, не выпускаю. Повстань, а то, что он уедет. Он не показал на этот дом. А на какой? А почему он тогда сюда заехал? А, прописку давайте посмотрим у таксиста. Я не знаю, что у него в голове. Там же 3-2 знака должна быть прописка. Он обязан доказать, а не вы. Так, отказались. Отказались привлекать водителей транспортных средств. За стоянку на тротуаре, несмотря на официальный ответ из... Где это официальный ответ? Вот, у меня официальный номер. Это все не то. За это можете вообще мне это не предъявлять. Это я уже видел еще с августа месяца. Алексей, давайте быть благоразумным. Понял. Ну ладно. Ладно, тогда позвоним еще в администрацию. Что за дела? Сходим с администрацией, говорят, что перегоражи здесь будут блоками. А инспекторы говорят, что здесь не тротуар. Как так? Непонятно. Выходят какие-то вещи странные. Так, еще что? Алексей, давайте не отвлекаться. Да, я же... А вы пишете уже. У меня руки тоже мерзнут. Теоретически мерзнут. Что вы записали сейчас? Отказались привлекать. К ответственности, да. К ответственности. Да. На тротуаре. Да. Вот этого вызвали ответственность своего. Да, я позвонил. При вас пока слышал. Так, прошу привлечь строгой дисциплинарной ответственности. А лучше расформировать отдел ЕБДД по городу Воронежа и набрать новых сотрудников, которые смогут отличать, точнее, правила дорожного движения, смогут изучать так, как они звучат, а не так, как им нравится. Можете тоже это записать. А вы пойдете в нового ледейка? Не, не пойду. Вот знаете, если я пойду, я не смогу привлекать сотрудников полиции к ответственности. Мы уже просто раз... Судей, прокуроров, да, никого не смогу. Почему вы не сможете? А потому что указания дадут и все. А наружу приказ выгонят. А лучше расформировать отдел ЕБДД, да? Да, лучше расформировать отдел ЕБДД. Отдел. По городу, не отдел, а батальон может улучшать. Батальон ЕБДД, прям весь батальон. Напишите. Записал. И... Набрать новых сотрудников в отдел ЕБДД. И... Влечение.